проще простого зарабатывать деньги в интернете кэшбэк сервис алиэкспресс реальным кэшбэком от 7 до 15 процентов заходи по ссылке в описании и возвращать деньги за покупки всем привет дорогие друзья сегодня на обзор взял камеру 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 panasonic h270 приобрел саму камеру я уже там распаковал посмотрел в комплекте у нее там идет зарядное устройство такой вот формат у нас и и зарядочка у нас тут на 5 вольт если не ошибаюсь до 5 вольт 1 и 8 апером вот комплекте еще идет usb-кабель там еще есть hdmi и и и все дополнительная сухара которая покупал к этому камеру я еще взял короче spn вот такой вот это у нас для того чтобы протирать линзу вот он так что хреново фокусируется так но вот такая вот штучка у нас тут на конце у нас такие ворсинки есть она получается как такая такая ворсинистая штучка и тут какая-то жижа а вот еще вот эта фишечка еще вытаскивается такая понимаешь то у нас тут от пыли протирать всякой ерунды короче если лапами там замацали вот то можно протереть пишу что хватает на 500 протираний я думаю может меньше а может и больше не знаю не проверял конечно же еще потому что впервые покупаю камеру вот такой вот у нас spn я думаю он гораздо лучше чем 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 а сейчас и попробуем стать как он у нас протирает камера уже открыто сейчас мы это дело проверим вот так вот возьмем протрем скользить неплохо плюшка хоть скользит нормально я думаю протирать будет хорошо да и вообще не знаю кто туда пальцами лазить чтобы замазать это все дело потому что как бы ну она здесь утоплена линза это вот так просто недостатки поэтому надо просто туда тыкать пальцами чтобы заниматься чем такая вот у нас камера panasonic тут у нас разъем для зарядки это у нас шторку поднять опускать один чувак делал обзор на эту видеокамеру и там как-то он блин так неудобно держал короче камеру надо же тихо так показать ему то есть ему сравнить то что он делал как обезьяна держит ложку знаете как она немножко человека и держать нормально коряво берет и он как-то брал жаловался короче на то что здесь шторку хреново открывать то есть неудобно типа не знаю как по мне здесь все удобно просто залез рукой вот сюда в таком положении раз открыл закрыл открыл закрыл тут вверх получается у нас закрыл вниз неудобно все легко открывается вообще знаете ход очень такой чувствуешь как шторка ходит но при этом легко плавно то есть она как бы сама туда-сюда передвигается в принципе отлично потом тут у нас флешечка micro sd я решил не брать для этой камеры потому что micro sd для съемки на нормальной камеры не подходит я считаю вот надо брать нормальной флешки взял я значит сан диск ультра вот на 1000 мегабайт секунду 10 класса тут она скорость у нее 200 здесь не написано там коробочка есть короче 200 скорость достаточно аккумулятор у нас здесь соответственно на 1900 по моему если не ошибаюсь режим записи видео на штуку надо вот так вот дисплей у нас значит здесь поворачивается на 180 градусов и вниз и вперед сюда вот там еще жалуются типом когда руку подымаешь там высоко типа держи снимаешь какой-то аппарат еще чего-нибудь типа как неудобно смотреть блин идиоты что ли они прям вниз повернул и все так решение это не может весь их узнает выразился слишком резко может я просто не знаю что так обускался поэтому говорили такое вот тут у нас гибридный оптический стабилизатор тут еще у нас помимо оптики цифровая стабилизация потом есть вай фай программку то можно устанавливать и транслировать видео на телефон вот тут у нас 10 мегапикселей имеется здесь у нас коммуникация 90 крат зум там еще больше можно зум делать но он уже будет цифровой на 150 и на 300 по моему вот и но это уже слишком но это уже перебор я считаю цифровом зуме оптические куда не шло там потому что он как бы без потери качества а вот цифровой дом не очень на 300 крат это уже чересчур так и дипрогрессив какой-то тут у нас так это регулировка у нас увеличить отдалить так это кнопочка съемка фото камера лежит в руке нормально вот этот ремешок регулируется можно под себя под свою руку настроить так вот у нас одевается в принципе сидит нормально довольно плотно так скажем хорошо удобно камера довольно легкая шторку опустили тут тоже кнопочка у нас удобно под палец как раз под большой снимать здесь все коммуникации есть то есть можно клацать делать фото увеличивать отдалять так это хоть у нас конечно это у нас не микроскоп поэтому с близкого расстояния как бы так ну еще раз можешь давай не получается ну в общем макро я тут включил и она вроде как работает видно а кстати здесь еще сенсорный экран есть вот тоже там кричали что он типа неудобный там что-то этот самый я не знаю какие здесь пальцы нужно уменьшить или сразу несколькими пальцами не тыкают чтобы не попадать на все эти вещи то есть нормальный работает сенсорный экран отзывчивый нареканий никаких не было туговать немножко такой ну это же не смартфон то есть в принципе работает нормально я доволен так что касается видео видео я уже на нее снимал вот там по-моему даже фото делал а если не делал то сделаю что вы посмотрели вот такая вот у нас камера пока буду юзать этом посмотрим может еще выложу видео и расскажу свои впечатления окончательные об этой камере ну в принципе за такую цену за которую я взял камера отличная у нее здесь имеется так юсби разъем hdmi кнопочка ку-выкл вай-фай это еще тут не знаю запись на это просматривает на и на съемку так ну и конечно туда фишка тип аккумулятор вытаскивать так это у нас под штатив тут у нас микрофончик находится собственно пока все пока все пока все ухты неплохо качество макросъемки нормально посмотрим на видео плохо видно ну тут ничего слышно что ровно вожу в принципе очень даже ничего да да неплохо хорошо сейчас еще можем уже видео тут немножко поснимать вот на улице кстати снимал там ну как на улице на балконе вот на штативе чтобы руки не тряслись потому что как бы мне хотелось посмотреть скажем качественное видео без тряски и на то насколько он далеко может сфокусироваться и увеличить в общем все посмотрите там видео вот такая вот у нас камера так это у нас тест камеры panasonic а также тесте звука макро у нас тут 6 вроде работает так ничего мне кажется принципе это первая моя камера поэтому не знаю сравнивает больше не с чем но так как я смотрел обзоры на другим отпечаток даже видно обзоры на другие камеры то конечно много извините за вооружение на и палава выпускают очень много одних и те же камер с разными типов функциями ну все ответственно с разной ценой цена разница порой очень сильно вот и почему я постановился именно на этой камере меня заинтересовала цена качества цена в принципе относительно недорогая и получаешь действительно качественный аппарат за эту цену вот цветопередача мне здесь нравится хорошая цветопередача так это наш спн который я купил чтобы протирать линзу линзу камеру такую вот она у нас чахоточка даже есть так она не фокусируется кто-то не хочет фокусируется но она наверно слишком близко просто не знаю слышно как работает линзу туда что-то ездит там что-то близко наносил Что-то, 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 да, фокусируется, это я увеличиваю, сейчас мы уменьшим, потому что уменьшено в этом самом должно быть лучше, я не знаю, фокусируйся, не хочет, ладно, так, 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 ну что, нормально работает, в принципе, зум ездит плавно, без подергиваний, без всяких, не то, что на телефоне, так что, в принципе, все нормально. Ух, 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 ух. Продолжение следует... Продолжение следует...